Калоев, казалось бы, обычный человек, советский архитектор и строитель. Но события, произошедшие 1 июля 2002 года, в корне поменяла жизнь мужчины, полностью лишив её смысла. В авиакатастрофе Виталий Константинович потерял жену и двух детей. Убитый горем отец и любящий муж решил наказать виновного в произошедшей трагедии диспетчера Петера Нильсона. Эта история приобрела мировой масштаб, о поступке Калоева заговорили не только в России, но и в других странах. По воспоминаниям Юрия Константиновича, брата Калоева, со свадьбой он не торопился. Константин Камбалатович мечтал о женитьбе сына и даже вырастил четырёх быков в качестве подарка на праздник, но Виталий сначала хотел встать на ноги, а потом заводить семью, чтобы обеспечить жену и детей. С будущей невестой Светланой Гагиевской-Калоев познакомился в банке, где та работала директором. В 1991 году, зимой, влюблённые поженились, в семье было масштабное торжество, наконец-то Виталий женился, да ещё и невеста понравилась родственникам. У пары родились двое детей, сын Константин в 1991-м и дочка Диана в 1998-м. Константин хорошо учился в школе, а также интересовался космонавтикой. Виталий старался воспитывать наследников в мире и согласии, семья жила дружно, у мужчины сохранились домашние съёмки со счастливыми временами, когда все улыбались. На видео из семейного архива Калоев носил свою дочку на руках и все время смеялся. Летом 2002 года Виталий Константинович работал в Испании, строил дома для заказчика. Из-за пребывания за границей мужчина не видел жену и детей девяти месяцев. Светлана с детьми решили навестить мужа в солнечной стране. Позже в интервью Калоев сообщил, что вылету предшествовало множество дурных предзнаменований. Светлана Гагиевская не смогла приобрести билеты в Барселону, на нужную дату не было свободных рейсов. Супруга архитектора, обзвонив известные авиакассы, уже думала изменить планы, собиралась распаковывать чемоданы. Неожиданно даме предложили место на самолёт башкирских авиалиний, который должен был вылетать в скором времени. Рейс предназначался для лучших школьников Уфы, которые за успехи в учёбе получили бесплатные путёвки в Европу. В самолёте оставались свободные места, которые достались семье строителя. Светлана сразу согласилась вылететь этим рейсом. По воспоминаниям Юрия, женщина паниковала, так как не успевала на самолёт. В здании аэропорта маленькая Диана Калоева, которой на тот момент исполнилось шесть лет, потерялась в терминале. Когда девочку нашли, регистрация на злополучный рейс уже закончилась. Воли судьбы Светлану с детьми все же доставили на борт. Но на этом роковые знаки не закончились. Лайнер уже выехал на взлётную полосу, когда стало известно, что рабочие забыли загрузить еду. Поэтому вылет задержали на 15 минут, чтобы исправить ситуацию. Самолёт вылетел из Москвы в Барселону в 18 часов 47 минут с 71 человеком на борту, основной состав пассажиров — 52 ребёнка. Авиалайнер пролетал над Германией ближе к ночи, управлением воздушными рейсами занималась частная швейцарская компания SkyBit. В момент трагедии в диспетчерской работали два человека, один из которых отлучился на перерыв. 34-летнему Петеру Нильсену пришлось самостоятельно справляться с двумя пультами и давать команды пилотам. В диспетчерской была отключена часть оборудования, а также не работала телефонная связь. Нильсен поздно заметил, что Боинг, который летел в Брюссель, находится на одном эшелоне с самолётом Ту-154 башкирских авиалиний. Петер попытался исправить ситуацию и давал команды рейсу 2937 снижаться. В то же время электронная автоматическая система Тика дала такую же команду на снижение Боингу. Пилоты рейса 611 пытались сообщить Нильсену, что они выполнили команду Тика, однако авиадиспетчер давал инструкцию другому экипажу и прослушал сообщения команды Боинга. Перед трагедией за считанные секунды пилоты Боинга и Ту-154 увидели друг друга и делали всевозможное, чтобы аварии не произошло, полностью отклонив штурвалы. Самолёты столкнулись под прямым углом над Боденским озером, неподалёку от городка Иберлинген в Германии, 1 июля 2002 года в 21 час 35 минут. Погибли все люди, находящиеся на борту обоих экипажей. Виталий Константинович узнал о трагедии утром 2 июля. В 7 часов он позвонил брату Юрию и заплакал. Калоев незамедлительно вылетел из Барселоны в Швейцарию, а оттуда добрался до Иберлингена на место трагедии. Он вместе с полицейскими участвовал в поисковых операциях и вскоре самостоятельно нашёл тело маленькой дочки. После того, как произошло столкновение самолётов, начались судебные процессы между авиакомпаниями. Башкирская компания подала иск на Федеративную республику Германия за то, что они пользуются услугами иностранных коммерческих организаций и на Скайгодь за халатность сотрудников и неисправность оборудования. Во время расследования Петер Нильсон не был уволен и по-прежнему продолжал выполнять рабочие обязанности. Уинтертр, страховщик швейцарской авиафирмы, выплатил родственникам погибших компенсацию в размере 150 долларов тысяч. Похороны погибшей семьи Калоева состоялись на родине. Церемонию прощания посетили несколько тысяч соотечественников. После случившегося Виталий Константинович утратил смысл жизни, заключавшейся в жене и детях. Практически каждый день убитый горем отец проводил на кладбище у могил родных. Работа потеряла для него значение. Единственное, в чем мужчина видел для себя цель, это обычные человеческие извинения и признание вины Петером Нильсеном, который, по мнению Калоева, виноват в произошедшей трагедии. Диспетчер отделался только штрафом и продолжал работать в Скайгодь, живя нормальной жизнью с женой и маленькими детьми. Летом 2003 года Виталий Константинович приехал в компанию «Скайгайд» в поисках справедливости. Мужчина надеялся дождаться извинений за сломанную жизнь. По воспоминаниям директора швейцарской организации Алина Росьера, он вел себя возбужденно, постоянно спрашивая у диспетчеров, виноват ли в случившемся Нильсен. Также он добивался встречи с Петером, который работал в тот день, но получил отказ. Калоев продолжал самостоятельно искать справедливость. Зимой 2004 года, надеясь поговорить с Петером, отправился в швейцарский городок Клатен. Соседка Нильсена подсказала мужчине, где находится дом авиадиспетчера. Стоя на пороге с фото жены и детей, Виталий Константинович постучался в дверь виновника трагедии. Нильсен открыл. Калоев начал объясняться с диспетчером на ломаном немецком языке, показывая снимок, надеясь, что преступник раскается. Вместо того, чтобы извиниться перед незнакомым мужчиной, Петер толкнул его, и фотографии упали на землю. 24 февраля 2004 года Нильсон скончался от 12 ножевых ранений на пороге собственного дома в присутствии родных. Калоев не признавался в содеянном, но и не отрицал своей вины, потому что из-за помутнения рассудка не помнит, что произошло в тот день. Швейцарский суд приговорил Калоева к восьми годам лишения свободы, доказав убийство диспетчера. Когда Виталий Константинович отбывал срок, на его имя в тюрьму прибывали письма со всего мира от неизвестных людей, которые выражали соболезнование заключенному. Посланий было так много, что их считали на вес. За несколько месяцев накопилось порядка 20 килограммов писем, которые архитектор забрал после освобождения. Осенью 2008 года Виталий Константинович, отсидев второй года, был выпущен досрочно за примерное поведение. В московском аэропорту его встречали как настоящего героя. Калоев признавался в интервью, ему было приятно, что его поддерживали сотни людей, но сам себя героем не считал и не хотел, чтобы его жалели. После вдовец вернулся на родину. Местная администрация помогла земляку быстрее вернуться к жизни. Виталия Константиновича назначили заместителем министра строительства и архитектуры в Республике Северная Осетия. В новой должности Калоев курировал проекты федерального и международного значения, руководил строительством телебашни во Владикавказе. Также в число заслуг архитектора вошло возведение Кавказского музыкально-культурного центра «ИМВ» Гергиева. За эти и другие работы строитель получил награды и медаль «Во славу Осетии». Свой пост Виталий Константинович занимал до 2016 года. В тот момент у него обнаружились проблемы с сердцем, провели операцию с шунтированием. Но вскоре здоровье строителя наладилось, как и личная жизнь. Мужчина обрел новую любовь и в 2012 году женился во второй раз. Его супругой стала Ирина Дзарасова, инженер ОАО «Сев Кавказэнерго». На свадьбе, прошедшей по осетинским обычаям, присутствовали только близкие молодоженов. А спустя несколько лет Калоев вновь стал отцом, 25 декабря 2018 жена подарила ему двойнишек, сына Максима и дочь Софью. В интервью Ирина призналась, что вместе с мужем они ездили по святым местам, просили Бога подарить им наследников. История Виталия Константиновича запомнилась всему миру. 7 апреля 2017 года вышел фильм «Последствия», снятый по мотивам реальных событий, в котором роль Калоева исполнил Арнольд Шварценеггер. Местом действия был выбран город Коламбус, штат Огайо. Имя главного героя и детали его жизни изменены. В американской драме мужчину зовут Виктор, он эмигрант из России. Виталий Константинович в интервью признался, что остался недоволен игрой знаменитого актера. По его словам, Шварценеггер стремится вызвать жалость у зрителей, что противоречит мировоззрению и вероисповеданию Калоева. 13 апреля 2017 года на первом канале вышла передача «Пусть говорят», посвященная ужасной трагедии и памяти погибшим. Летом 2018-го на НТВ трагедии осетинского архитектора был посвящен документальный фильм «Новые русские сенсации» Виталий Калоев. Исповедь Мстителя В российском кино также не смогли пройти мимо истории Виталия Калоева. Сарик Андреасян стал режиссером драмы «Непрощенный», в которой главного героя представил на экране Дмитрий Нагиев. Премьера состоялась 27 сентября 2018 года. Исполнитель главной роли считает эту работу лучшей в своей карьере. В кинокартине также снялись Роза Хайрулина, Михаил Горевой, Ирина Безрукова. На первом открытом кинофестивале «Хрустальный источник», который проходил в Ессентуках, фильм получил три награды. В 2019 году Калоева избрали депутатом собрания представителей города Владикавказа от «Единой России». Он выдвинул свою кандидатуру в соответствии с законодательством и получил большое число голосов. В 2020 году во Владикавказе возник стихийный митинг, недовольные действующим руководством республики требовали отставки представителей местной власти. Кроме того, митингующие призывали Виталия Константиновича стать во главе Северной Осетии. Депутат в ответ на это призвал бунтарей не подвергать риску себя и близких, мирно разойтись по домам. Также он отметил, что организаторам несанкционированного митинга должно стать стыдно засодеянное. В 2021 году архитектор продолжил служить в администрации города, а свободное время старается провести с новой семьей, занимается воспитанием детей от второго брака. При этом Калоев не забывает посещать место авиакатастрофы, где сейчас возведен памятник. Интересные факты, находясь в европейской тюрьме, Калоев получал не только письма от желающих поддержать его, но и деньги. Каждый месяц в камеру приходил конверт, подписанный латинской буквой W, с сотней местных денег на сигареты. Адресат так и остался тайным для Осетина. На месте крушения самолетов появился мемориал под названием «Разорванная жемчужная нить Нем». Дайзер Зранперенкет. Основой для него стали жемчужинки от бус, принадлежавших Диане Калоевой. Фрагменты ожерелья нашел отец девочки, а после – ее тело. В память о жертвах катастрофы родственники погибших высадили в 2004 году в Брахенройте 71 дерево, березы и рябины. Тем самым родители желали воссоздать кусочек родной для их детей природы. Продолжение следует...